Привет, мои дорогие! Сегодня я бы хотела поговорить с вами про Новый год, про то, как его отмечали, как его отмечают сейчас, и про многие другие мысли, которые меня посещают, когда я думаю про Новый год. Дело в том, что 13 января, и все русские люди будут отмечать Старый Новый год. Откуда пошло это понятие, конечно же, все знают. Когда календари менялись, Григорианский и, по-моему, Викторианский, соответственно, вот эти две недели разницы и повлияли на то, что Новый год с 13 января перенесся на 31 декабря. Но сегодня, я думаю, что самое время принарядиться. Тут я смотрю, у меня корона рядышком лежит, моя знаменитая, в честь праздника. Думаю, это будет очень даже здорово. Я посмотрела недавно фильм Елизаветы Листовой, и я его посмотрела на телеканале НТВ Виденье на Ютубе. Соответственно, сняла она его для НТВ, и называется он «Новогодняя сказка для взрослых». Я дам ссылочку под своим видео на телеканал НТВ и на этот ролик, потому что я думаю, что вот этот вот фильм замечательный, очень поучительный и увлекательный фильм про Новый год, про то, откуда пошёл этот праздник, как получилось так, что он стал любимый, хотя раньше его запрещали, считали языческим каким-то проявлением. Я думаю, что это очень здорово показано. Но фильм я хочу, чтобы вы посмотрели не в плане самообразования, потому что зачастую, очень часто сейчас я слышу, что ребята, молодые ребята, говорят мне о том, что живём мы так себе, ничего хорошего в жизни у нас не случается. И очень часто мы говорим со студентами насчёт депрессии, насчёт плохого настроения, насчёт различных психических заболеваний. Так вот, чтобы в голову не приходили вот эти мысли про депрессию, про что-то тяжкое, про тяжкое бремя, которое мы здесь вынуждены нести, про то, как не хватает нам денег, про то, как не хватает нам веселья, что нету счастья, радости, любви в жизни, справедливости, ещё что-то. Вот прежде чем так думать, нужно поговорить с родителями, с бабушками, если у вас остались ещё с прабабушками, прадедушками, относительно того, что для них такое Новый год, и как раньше происходил этот праздник. Именно сейчас, когда самое время обдумывать свою жизнь, начинать планировать на год вперёд, очень и очень важно понять, что Новый год зародился в России как праздник надежды, веры в светлое будущее, в мечту, в исполнение желаний. Вот в тяжёлые советские времена, когда не было ничего, была только небольшая вера какая-то, да, или вера, наоборот, большая, вот этот вот огонёчек был в сердцах у каждого, потому что, вот как показано в фильме, в замёрзшем Ленинграде, крупы оставалось на несколько дней, но всё равно сделали праздник новогодний для детей, которых пригласили на ёлку, и там были три блюда, кашка, потом мясная котлетка микроскопическая, и супчик, и вот это вот дало надежду, это дало вот веру в то, что всё будет хорошо, что мы сможем прокормить детей, что мы сможем сохранить их, потому что на 125 граммов хлеба, который выдавался, это было сделать практически невозможно. Если я говорила со своими родственниками, дедушка рассказывал воспоминания моей прабабушки, своей мамы, о том, что, и, кстати, мы не жили в блокадном Ленинграде, но один мой дедушка, уже покойный, он как раз всё прошёл, всю блокаду Ленинграда, да, он был на войне, и как раз вот в эти времена он оказался в оккупированном Ленинграде. Это были страшнейшие времена, и, конечно же, Новый год, как одна небольшая искорка, могла зажечь сердца, могла зажечь умы людей, и сделала так, что русский народ выстоял и выиграл войну. Я думаю, что отчасти, конечно же, и благодаря Новому году. Очень интересно также мои размышления относительно моего детства, относительно того, как мы жили, чему мы радовались. И я помню, что тогда, в принципе, радостью был банан, потому что бананов было очень мало. И если вы знаете, что завозились бананы, мандарины и апельсины, по крайней мере, я не могу сказать про Москву, потому что там я была несколько раз, в Красноярск, в Сибирь, завозились эти продукты под Новый год. И вот, посмотрите, под Новый год вы можете съесть бананчик, вы можете съесть апельсинку, мандаринку, а затем в течение года, и это уже не военные времена, это уже 80-е годы, вы можете съесть это в сушеном виде. Сушеные бананы, я думаю, что кто пробовал, не согласиться не может со мной, что это необыкновенная гадость, что сушеные бананы это один из самых невкусных продуктов, которые есть на наших полках. Тем не менее, мы ели эти сушеные бананы, потому что таких обычных достать было практически невозможно. Да, были какие-то продукты, которые сейчас у нас не достать. Например, у меня у папы был друг летчик, и он привозил нам черную и красную икру. Они у нас стояли в 5-литровых банках обычно, но это не значит, что было в достатке все. Я думаю, что моя семья была одним из исключений, но с другой стороны, одно яблоко мы могли разрезать на три части, потому что яблоки были в дефиците. И вы знаете, вот сейчас настолько достаток, что даже страшно. Мы едим больше, чем нужно, мы праздную жизнь ведем, мы развлекаемся больше, чем нужно. Смотрела я блог девочки из Голландии, которые говорят, раньше, когда фейерверк больше 10 минут запускался, считали, что какой президент, такой щедрый, как она сказала, такой большой фейерверк оплатил по большим праздникам. Сейчас у них в Голландии много-много часов взрывали вот эти вот разные интересные петарды, фейерверки, ну вот фейерверки, да, наверное, это называется. Дело в том, что в последние годы мы тоже начали покупать фейерверки, мы тоже начали тратить деньги буквально в воздух, да, и я не знаю, хорошо это или плохо, показывает ли это наш достаток, когда семья некоторая может позволить себе летать по три раза в год, за границу отдыхать, да, просто от нечего делать, махнуть на три дня, там, какой-то заграничный курорт. Я не могу сказать, что, я считаю, что вот такое излишество, изобилие и праздность в нашей жизни не несёт что-либо, кроме распущенности и разврата. Скорее всего, я за здоровый аскетизм. И, конечно же, относительно еды то же самое. Я стараюсь ограничивать и себя, и семью поддерживать в направлении правильного питания, потому что, вот подумайте, что раньше мечтали люди, мечтали Новый год, мечтали 12 блюд. И у меня тоже прабабушка готовила тоже 12 блюд с помощью мамы, и мы немножко с сестрой помогали. Колбаса – это было что-то, особенно вкусная колбаса какая-то, да, вот колбаской побаловать. Сейчас скажите, кого можно побаловать или порадовать колбаской? Кого сейчас можно порадовать шпротами? Хотя, когда я познакомилась со своим мужем где-то 10 лет назад, я помню, что и мы с радостью делали горячие бутерброды со шпротами. Я сейчас смотрю, что, в принципе, шпротами никого не удивишь, да, и вот эта вот рыба считается одной из самых дешевых, доступных, и никто ее даже не хочет. И вот наши желания, они перестали быть какими-то простыми. Простое человеческое желание о счастье, простое человеческое желание наесться, простое человеческое желание полюбить и выйти замуж или жениться. Сейчас наши желания стали какими-то изощренными, какими-то воспаленными, что ли, да. Весь наш мозг, он ищет каких-то ухищрений, он ищет каких-то экзотических желаний. Я не говорю про крайние формы, которые присутствуют очень у многих людей, когда их не устраивает вообще, да, обычная жизнь, обычные радости, они ищут чего-то умопомрачительного, что опасно для здоровья, вредно для жизни. И вы не можете сказать, что жить, конечно, вредно, но, знаете, правильно и размеренно жить, я думаю, что это очень полезно, очень полезно, хоть и ведёт нас к такому же финалу, как и тех, кто живёт праздно и неумеренно. В принципе, конец у всех один, но как будут проходить последние, да, годы, последние десятилетия нашей жизни, когда закончится наша жизнь, от несчастных случаев никто не застрахован, но это не повод пускаться во все тяжкие и искать, да, вот этого конца раньше, чем Бог нам отмерил. Ну, вот моё такое мнение. В общем, если вы перестали чувствовать, если вы перестали дышать новогодним праздником и ждать чуда, если вы перестали верить, если вы перестали надеяться на светлое будущее, если у вас депрессия, я очень советую вам посмотреть фильм «Новогодняя сказка для взрослых», потому что этот фильм немножечко откроет глаза на то, что было до того, как мы стали жить настолько хорошо, настолько сытно, настолько состоятельно, настолько благополучно. И вообще фильм очень интересный и достойный уважения, поэтому смотрите «Новогоднюю сказку для взрослых». Я поздравляю вас с наступлением Старого Нового Года. Я рекомендую себе и вам отметить его в размышлениях, в планах на год, так, как мы не сделали, возможно, в Новый Год 31 числа. Я предлагаю каждому подумать о сдержанности и о здоровом аскетизме. На этом я со всеми вами не прощаюсь. До встречи в следующих моих видео. Всем пока!